Привет! Я учительница английского, и мы вместе выполняем упражнение сборника Spotlight 2. Модуль 1. My Home. Уроки 2A, 2B. Это страница сборника с 16 по 19. На этих уроках в школе изучают название комнат и частей дома. Учебники даны на странице 30 и в конце учебника под заголовком Where at least. Список слов с переводом. Кстати, в этом списке все слова, которые должны усвоить ученики на уроке. Упражнение 1. Обведи слова. Обводим слова по пунктирной линии и запоминаем их написание. Упражнение 2. Прочти слова и найди значение. Мы видим три колонки. В первой колонке слева английские слова, справа их перевод. А в середине нужно записать букву подходящего перевода. Упражнение 3. Напишите. Пиши недостающие буквы. Здесь те же слова, что и в упражнении 2. Одно подчеркивание, одна пропущенная буква. Первое слово. Вставляем H, O, U. Получаем H, O, U. Второе слово. Вставляем I, C, H. Получаем kitchen, кухня. Третье слово. Вставляем B, C, K. Получаем black, черный. Четвертое слово. Вставили E, D, O, O. Bedroom. Спальня. Пятое слово. B, O. Brown. Коричневый. И последнее. A, R, E. Garden. Сад. Упражнение 4. Перепиши слова, расставляя их по алфавиту. Для уверенности откроем алфавит в учебнике на страницу номер 16 и расставим слова. У нас получилось bedroom, garden, house, kitchen. Упражнение 5. Закончи предложение. Прочти вопросы и ответы. Дописываем слова. Number 1. Where is mommy? She is in the garden. Где мама? Она в саду. Number 2. Where is daddy? He is in the bedroom. Где папа? Он в спальне. Number 3. Where is your sister? She is in the kitchen. Где твоя сестра? Она на кухне. Упражнение 6. Напиши соответствующее местоимение. Образец. Grandma. Пишем she. На этом уроке знакомят с двумя местоимениями. He. Он. She. Она. Мы видим существительные. Наша задача их перевести и решить, каким местоимением их можно заменить. He. Он. Или she. Она. И если такое слово, как grandma, бабушка, определить легко, это, конечно же, she, то слова Judy, Punch, Nanny Shine, Lulu, Lady нужно найти в учебнике. Это герои учебника. И, глядя на их портреты, мы уже сможем решить. He or she. Mommy. She. Sister. Сестра. Конечно, she. Grandpa. Дедушка. He. Judy. She. Punch. He. Daddy. He. Nanny Shine. She. Лу-Лу. She. Лэри. He. Brother. He. Упражнение 7. Найди слова и обведи в кружок. Здесь слова соединены в одну линию. Нам нужно их увидеть и обвести. Первое слово, которое я вижу. Family. Yellow. White. Chair. Radio. Table. Bedroom. Window. Rampor. Как вы видите, здесь слова не только из этого урока, но и из предыдущих. Упражнение 8. Замени полные формы на краткие. Нам дан образец. Здесь мы видим две одинаковые строчки. Они отличаются только одним. В верхней строчке глагол «из» написан полностью. Where is daddy? He is in the kitchen. А во второй строчке внизу его сократили. Было «из», стало «с». Этот значок называется апостроф, и он не произносится. Его используют для того, чтобы показать. И это слово сократили. Оба варианта – и длинный «из», и короткий «с». Правильно, их можно использовать. Но в живой речи глагол «из» действительно чаще всего сокращают и произносят кратко «с». В этом упражнении нас и учат это делать. Давайте выполним упражнение. Номер один. What is this? It is a table. Сокращаем. What's this? It's a table. Номер два. Where is mommy? She is in the garden. Where's mommy? She's in the garden. И последнее, третье. What is your name? I am Larry. What's your name? I'm Larry. В последнем предложении глагол не «из», а «м». Его тоже можно сократить. И произносится он кратко «м». Айм. Изучая английский дальше, мы встретим еще несколько глаголов, которые принято сокращать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok